здравствуйте и снова в эфире застудим нести пашкина виктор алексеевич и я педагог по живописи и штаковой гения владимировна сегодня мы с вами вышли на пленэр и попробуем нарисовать цветы яблони цветы и тут вот даже много нас бутончиков таких небольших что важно знать при выходе на пленэр в чем же отличие пленэрной живописи от студийной в том что здесь мы не можем четко выставить нашу композицию то есть что-то у нас все равно в этой композиции окажется лишним то есть в студии мы можем поставить нам чайник яблоко чашку и убрать все лишнее здесь нет вот мы подошли к ветке конечно мы искали я искала между всеми веточками чтобы удобно писать ее было и чтобы она такая красивая была с ним облетевшими цветочками но тем не менее что вот тут лишь непонятный элемент вот это да и то ли лепесточек то ли там сзади цветочек но я думаю вот вот этот элемент можно будет опустить что еще вот это этот листок на заднем плане можно будет обобщить потому что если мы будем выписывать все прожилки то конечно вот это красивая композиция из цветков и букетов у нас с вами потеряется поэтому на пленэре как нигде важно выделить главное и понять что у нас будет играть второстепенную роль и так приступим и так я немножко поправила палитру вот чтобы лучший ракурс был начнем с чего начнем начнем мы рисовать с фона да потому что и в масляной живописи и в акварельной живописи тем более чтобы выделить главный элемент очень важно правильно прописать фон 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 у нас темный что для наших цветов очень хорошо это позволит нам более выразительно изобразить сами соцветия и бутончики вот эти вот и так фон темный еще оговорюсь это будет скорее не это зарисовка как и в прошлый раз мы все-таки говорили с вами о зарисовках акварельных вот это будет что-то среднее между там этюдом живописным и зарисовкой долго мы писать не будем постараемся сделать такой быстрый наброс но не набросок не путать так фон у нас имеет такой серо-коричневый оттенок серовато-коричневый стараемся много воды не брать кто пишет акварелью и вот чтобы выделить вот этот вот цветок начинаем описывать вот так же можно поводить вот прям лопасти такие цветочка поводить кисточкой композиция основное вот это вот соцветия нас мы разместим вот здесь вот да вот тут вот еще покажем вот этот вот красивый цветочек так такой вот серовато фон серовато-коричневый и даже можно прям поинтенсивнее брать чтобы потом и добирать то он что-то прям сразу форма у нас конечно будет возможно далека от натуральной так потом можно будет тут какой-то зеленый листочек сожалению не положила на палитру мой любимый оливковый сейчас придется выходить как-то из положения смешивая охру зелеными оттенками ну что что есть то есть ну и пока фон мы сделаем однородным и уведем его потому что вот этот край потом нам будет достаточно тяжело списать вот так вверх работаем быстро этот вот лепесточек мы наметили вот сейчас мы будем вот этими этот момент делать так раз раз тут опять списываем и вверху зеленоватый оливковый цвет держите все в палитре летом он особенно незаменим такой большой пистолка тут вот этот вот лепесточек который смотрит на нас он уже граничит с бутоном поэтому пока мы его не трогаем вверх и очень интересно вот этот вот цветок он уже практически отцвел все равно и за ним розовый бутончик скачет у меня водичка тут тоже вот чем мне нравится яблоня она распускается практически белыми цветами но в бутоне вот они такие имеют такой розоватый оттенок такой вот он как пирожное прям съесть хочется очень красиво обожаю цветущие яблони это это как отголоски рая на земле для меня вот он этот бутончик за лепестком чем сложен пленэр сложно статично выставить изображение поэтому извините она мне немножко так прыгает но мы постараемся как-то стабилизировать вот и далее тоже немножко поработаем вот с этими местами так там мы тоже все ли все прям вот не будем прописывать листочки вот пожалуй вот этот вот такой вот чем красивый листочек мы напишем такой светлый сверху опять больше фоном работаем зеленые оттенки вводим так и тут зеленый листочек стараемся сразу набирать тон чтобы потом не возить 10 раз по одному и тому же месту вот этот вот листок красивый включим его как мы уже сказали вот вот этот дальний мы с вами опустим так и сейчас наметим вот этого тоже будем писать окружением окружение потемнее возьмем потемнее пахнет необыкновенно конечно это яблоня просто потрясающе сожалению видео этого не передает но то есть два лепесточка таких вот немножко вот эти вот можно опустить не очень таки разумительные таки немножко исказилась у нас форма и дальше уводим вниз такой зелено-коричневый и сверху тоже такой коричневатый оставим место для веточки это вот бутончики здесь чего-то видны отлично ну и настало время выделить наши цветы очень интересная структура яблони вот тут такие вот тычиночки желтенькие на видим все и тут как бы такие вот вокруг треугольнички вот вот они раз два три расстояние между лепесточками тоже характерно для яблонево цветка поэтому мы тоже не будем это упускать и добавим опять немножко розовенького отделяя один лепесточек от другого и форма у нас немножко такая вольная трактовка натура форма немножко у нас съехала но ничего зато суть осталось розовый цвет вообще яблонь не помешать есть такие сорта яблонь которые вообще цветут ярко розовыми цветами вот дальше бутончик какой за ним вот тут тоже бутон верхний так вот повредил немножко листочек пусть будет вот такой и тут лепестки такие достаточно они темные но не будем заупотреблять серым цветом сделаем такими больше голубовато зеленоватыми наверное там в глубине потому что серый он сразу даст нам грязь грязюк хоть мы и видим серый цвет но с ним осторожнее можно немножко коричневатого но не черный так вот этот вот листок обобщим его но тем не менее обозначим не так может быть четко мне бы хотелось его обозначить он выделит нам наш бутон этот листочек тоже и там на заднем плане уже какие-то вот темные моменты чтобы выделить цветочная масса масса ветка веточка у нас ее не видно но мы придумаем почему нет наш художники так вот этот вот лепит листочек вот мы начали его но я его немножко подниму чтобы было соблюдать вот такой вот этот вот их еще вот 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 Собачка наблюдает. Вот тут побольше хотелось бы выделить, чтобы вспыхнул вот этот розовый. Ну и вот этот вот не забудем, так же тычиночки. О, оранжевый случайно, случайный цвет. Вы знаете, иногда вот случайные цвета оказываются в живописи совершенно не случайными. Вроде мазнул в палитру, не туда рукой залез, а потом оп-хлоп и вроде как и нужен тут этот цвет. Вот поэтому тоже такие вот треугольнички отделяют листики друг от друга. Опять вот этот цвет берем. И вот тут можно красивый такой вот случайно, опять случайная не случайность. вот тут получилась какая-то вот пробел такой. Если мы его так затонируем, вроде как бы и листик. и вот здесь. Раз. 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 Угу. Так. Что мы еще? Я бы сделала бы еще фон. Как-то вот так больше обобщила, чтобы выделить наши с вами бутончики и верхний фон работал над ним. Еще бы немножко веточку, веточку сейчас. Такая она вот у яблони такая немножко сизым оттенком. Хороший цвет для яблоневой веточки. Боюсь, правда, она сейчас расплывется, поэтому давай в верхнюю. вверх. И. На. Пошла-пошла туда. О, как хорошо. Ой, боже, красота-то какая. Не здесь, а в природе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ха-хе. Хе-хе. 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 Ну, вот такие небольшие пленерные зарисовочки вполне возможно делать нам с вами. Вот вышли на природу Немного, 15-20 минут Раз-раз-раз Накидали что-то С каждым разом будет все получаться лучше и лучше Зарисовка будет получаться Живее И чем больше Мы это будем делать, тем больше Наши небольшие набросы Будут Издавать аромат Настоящих цветов Леса, речки Так что Выезжайте на дачи Выходите, если есть возможность Куда-то в уединенные уголки Рисуйте А осенью Принесете ваши работки Мы посмотрим И порадуемся Всем Хорошего дня По всем вам Скучаю, вот уже папа начал стучать Поэтому заканчиваю Эфир До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok